МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы поговорим с тренером по фейс-фитнесу Ольгой Малаховой. Эта девушка ведет собственный блог, ездит по миру с семинарами и рассказывает простые вещи, которые творят с женскими лицами настоящие чудеса. Вернуть себе красивый овал лица без хирургического вмешательства казалось бы невозможно, но на практике все более чем реалистично. Я искала различные способы естественного омоложения лица, потому что глубоко уверена в том, что инъекции и различные аппаратные методики в скором времени уже отойдут на второй план в связи с импортозамещением и в связи с отношением к искусственным, стандартным лицам, где все выглядят одинаково. Фейс-культура, фейс-фитнес, фейс-билдинг, гимнастик или йога для лица называть можно как угодно, но смысл остается один. Благодаря этой практике можно не только увеличить губы, но даже разгладить морщины на лбу. Основа любой фейс-культуры и любого занятия по гимнастике для лица это работа с мышцами. Наше тело все покрыто мышцами и их также очень много на лице. Мы изучаем 33 мышцы, соответственно, у нас 33 упражнения на каждую мышцу. Некоторые мышцы у нас очень активно принимают участие каждый день в мимических сокращениях, а другие мышцы у нас не работают вообще. И поэтому они подвергаются гравитационному птозу, то есть обвисанию, то, что происходит у нас с возрастом. Физику мы отменить не можем, также физико-химические процессы у нас в теле также происходят, но мы можем это контролировать и немножечко подчинить время себе с помощью определенных знаний и упражнений. Дословный перевод термина фейс-билдинг означает строительство, ведь данное упражнение направлено на укрепление и строительство мышечного каркаса лица. Каждая женщина хочет иметь красивые губы, и для этого не обязательно бежать к косметологу и делать какие-то дорогостоящие инъекции. Мы можем это сделать сами. Упражнения очень простые. Делаем вакуум, чтобы улучшить кровообращение. Следующее. Общипываем руками контур губ. Три раза. Затем общипываем круговую мышцу рта. Особое внимание уделяем поцелую ангела, выемке, чтобы красивый был изгиб. И последнее упражнение, которое можно сделать даже с детьми, это упражнение выдувания или просто упражнение лошадь. Упражнение для расслабления круговой мышцы рта. И также очень хорошее, называется игрушка, фейс-игрушка. Это пробка от вина, которую мы можем использовать и также расслаблять круговую мышцу рта и разглаживать кисетные морщины вокруг. Очень внимательно нужно следить за тем, что пробка держится внутренней мышцей. И в таком положении можно находиться от 10 минут до получаса. То есть в расслабленном, правильно? Конечно, в расслабленном, потому что мы в течение дня очень много говорим, у нас постоянно напрягаются губы, и нам нужно после напряжения их расслабить. То есть после каждого действия должно быть противодействие. Таким образом у нас увеличиваются и расслабляются губы, и мышцы вспоминают состояние нашей детской губок, потому что все детки имеют треугольник молодости и пухлые губки бантиком. Такая гимнастика подкупает своей доступностью. Заниматься может каждая женщина вне зависимости от финансового положения и занятости. Длится всего 10 минут в день и может проводиться дома, на работе и даже за рулем. Под рукой должно быть лишь зеркальце и пара несложных предметов, например, ложка или винная пробка. При нанесении крема на лицо, а это должно быть обязательно утром и вечером, главное помнить правило нанесения по массажным линиям. То есть мы наносим крем, либо мы снимаем макияж по массажным линиям. Это также поможет нам делать лифтинг лица. Итак, все, что над глазами, мы снимаем вниз и ведем эти линии вниз. Все, что под глазами, мы как будто гирляндой развешиваем на елку и стремимся к ушам. Вот так мы снимаем макияж, вот так мы наносим крема и различные средства. Когда мы утром после умывания наносим крем или вечером после умывания, это обязательный процесс очищения, то крем нужно наносить на нижнюю часть следующим образом. Мы крем наносим всегда между рук, чтобы крем нагрелся до температуры тела, и у него было лучшее проникновение. И на шею мы наносим крем всегда снизу вверх. Таким образом мы разглаживаем морщины на шее. У вас будет приятное скольжение, и это также является лифтинговым массажем в одну и в другую сторону. Наносим крем. На нижнюю часть лица мы наносим таким образом. И когда мы будем наносить крем, мы делаем так называемую улыбку солнцу. Указательные пальцы над губой, средние пальцы под нижней губой. И мы рисуем улыбку на лице и ведем к ушам. Что нам это дает? Нам это дает. У нас поднимаются кончики губ, и у нас разглаживается носогубная складка. Как сделать нам красивые скулы? Для этого нужна ложка. Чайная ложка, которая будет являться утяжелением. Мы заводим губы за зубы, вставляем ложку, и наша задача будет поднимать кончики губ в скулы. Сделайте таких три подхода по 20 раз. Между подходами обязательно расслабляем губы выдуванием. И можно также сделать упражнение улыбку солнцу. Десять дней упражнения с ложкой, и у вас будут очень красивые скулы, щечки, яблочки. У фейс-фитнеса практически нет противопоказаний. На занятия приходит женщина любого возраста. То, что культуры ухода за лицом необходимы, это 100%. Это обязательно. Женщина должна быть красивой, привлекательной, любить себя и быть уверенной в себе. Соответственно, она должна быть позитивным тем маячком, позитивным, который существует в этом мире. Фейс-фитнес рассчитан на тех, кто собственными руками хочет победить первые и последующие признаки старения. По сути, это комплекс упражнений на 10-15 минут, который укрепляет мышцы лица и может помочь с носогубными складками, мешками под глазами и морщинками на лбу. Нас приучают родители чистить зубы, мыть руки перед едой, гигиена. Вот это такая же гигиена лица. Просто она имеет определенные особенности, так как строение кожи лица и строение мышц лица отличается от того, что есть на остальном теле. Насколько это развито и популяризировано, я считаю, что это вообще отошло на второй план. Связано с отсутствием достоверной информации, правильной информации. Потому что на самом деле эти знания, они даются либо родителями, либо в салонах красоты, косметик, либо косметологам. Но не все женщины считают нужным посещать эти заведения, поэтому остаются безграмотными. Вот с одной стороны я провожу такой ликбез, я немножко заменяю мам, я рассказываю, как это должно быть. И надеюсь, что это будет перспектива растить новое поколение красивых женщин. Есть упражнения, которые накачивают мышцы, например, скулы. Упражнения у нас делятся на несколько видов. У нас есть упражнения, которые, скажем так, накачивают мышцы, те, которые бездействуют. Например, нам нужна скуловая мышца. Потому что очень часто, ну практически постоянно, мы улыбаемся глазами. Глазами и носом. Потому что слабая скуловая мышца, которая не может поднять уголки рта. На самом деле улыбка должна быть, как у Джоконды, у женщины загадочная, немножечко с поволокой и с горящими глазами. То есть только в скулы, и при этом не образуется складок вокруг глаз. Потому что что такое морщина? Морщина – это складка. Как складка на вашей любимой юбке. Чтобы мы, когда садимся неаккуратно, мы делаем эту складку. Чтобы нам складку разгладить, мы должны ткань растянуть. То же самое происходит с лицом. Первое, о чем мы должны помнить, это как садиться на нашу красивую юбку так, чтобы не закладывать складок. И второе, если мы заложили складки, как ее растянуть? Итак, первое – это контроль мимических мышц. И второе – это расслабление. То есть мимическая мышца и мимическая морщина возникают от сокращения мышцы. Она сократилась, соответственно, напряглась, и нам нужно ее расслабить. И то же самое контроль. Мы улыбаемся в скулы. Для этого нам нужно укрепить скулы. Это очень важно, чтобы круговые мышцы глаз, которые достаточно сильно, не перетягивали все мышцы на себя. Гимнастика позволяет укрепить овал лица, придать ему четко очерченный контур. Устранить мешки и морщины под глазами, выровнять носогубные складки, приподнять опустившиеся уголки губ и подтянуть подбородок. Дефекты кожи устраняются естественным образом, без применения инъекций коллагена и гиалуроновой кислоты. Наш лоб – это самая подвижная часть лица. Лбом мы выражаем все наши эмоции. Удивление или гнев. Поэтому сокращение лба в день происходит очень-очень много. Что нам нужно сделать для того, чтобы не закладывались морщины и складки на нашей прекрасной юбке, либо на нашей коже? Мы должны расслаблять лоб. Это упражнение можно делать ежедневно. Особенно оно приятно, когда вы ложитесь спать после трудового или просто тяжелого дня. И эти упражнения можно делать на подушке. Что нам нужно сделать для этого? Мы должны расслабить те мышцы, которые у нас были в тонусе в течение всего дня. Мы растираем ручки, чтобы они стали теплыми. Кладем на лицо. И ждем, когда у нас нагреются руки до температуры вам. И начинаем расслаблять и растягивать эти мышцы. Раз, два, три. Также мы растягиваем мышцы в сторону, в другую. Раз, два, три. Наши межбровные морщинки мы как будто пальчиками раздвигаем. Это упражнение очень приятное. И его можно завершить расслабляющим массажем глаз. По даотской практике его перед сном делают 36 раз. Это практика энергетического восстановления нашего организма. Большой круг. Малый круг, ресничный край. Раз, два. Пальчиками мы еле касаемся кожи, как крылья бабочки. 36 раз ваше лицо расслаблено, и вы спокойно засыпаете. Без морщин. И утром просыпаетесь, сразу моложе. Наше тело все покрыто мышцами. И мышцы на теле, они достаточно широкие и большие. И чтобы накачать красивую попу или красивый пресс, для этого нужно от полугода до года регулярных тренировок. Сознанием, делом и под контролем инструктора, чтобы знать, какую мышцу мы точно накачиваем и для чего это нужно. Обычно мышцы тела накачиваются для объема. То есть если мы хотим красивый силуэт тела, то мы одни мышцы качаем, чтобы был более плоский силуэт, либо накачиваем для объема. То же самое происходит с мышцами лица. Только мышцы лица, они достаточно короткие, маленькие. И чтобы их накачать, нужно два месяца. Поэтому два месяца регулярных тренировок принесут уже сразу плоды. Также нужно иметь в виду возраст, учитывать и состояние кожи лица. То есть для девушек до 40 лет первые результаты начнутся уже после 10 дней. Они закрепляются на 41 день. То есть два месяца это будет уже результат, когда я с вами клиентами. Это результат до и после делается на первом занятии. Промежуточный результат на 10 день. И в конце второго месяца мы делаем фотографию. Для женщин от 40 и старше это может занять от 2 месяцев до полугода. Но в любом случае это большая экономия времени, естественно денег на дорогостоящие процедуры. Это просто очень приятно и хорошо своими собственными руками делать хорошо своему телу. И это отражается, конечно же, на лице. Такая нагрузка позволяет в короткие сроки избавиться от опущения бровей, нависания век, дряблости щек, подбородка и шеи. Так что для того, чтобы быть по-настоящему красивыми, не обязательно ложиться на хирургический стол или увлекаться инъекциями. Для начала стоит научиться уделять себе время и выполнять нехитрые упражнения. Так что добро пожаловать в мир красивых скул и очаровательных улыбок. Субтитры создавал DimaTorzok